Сегодня в Ленинском суде Саранска продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Анатолию Чушкину. Экс-высокопоставленный чиновник находился в следственном изоляторе с 13 февраля. По словам адвоката, все это время бывший министр провел в одиночной камере СИЗО в пыточных условиях. В суде адвокат арестанта заявил, что следствие затягивает расследование дела. По словам защитника, Анатолий Михайлович заслуженный человек, а не какой-то бомж, и резонно было бы выпустить его из СИЗО. Адвокат просил суд изменить своему клиенту содержание под стражей на более мягкую меру пресечения. Однако суд посчитал иначе и постановил продлить нахождение Чушкина в следственном изоляторе до 19 июня. Напомним, что, по мнению следствия, именно Чушкин придумал схему с ремонтом посадов двух религиозных объектов в Саранске, при которой его карман пополнился несколькими миллионами рублей бюджетных денег. Помогал реализовывать схему знакомый Анатолию Михайловича саранский предприниматель Растям Касаев. Именно он обналичил деньги и передал их министру. Еще он обвиняется, не обвиняется, а подозревается Чушкин. Сын быстро сказал, он как бы, да, зал не дошел и не так озвучено было ярко. Обвиняется в том, что выделил 12 миллионов построительства на ремонт церкви, из них 3,5 миллиона забрал. А чем это подтверждается? Он где не участвовал, где нету? Касаев. Касаев был исполнителем, а Чушкин был мозговым центром. Касаев подведывает его в своих показаниях. При обыске похищенных денег у Анатолия Чушкина оперативники так и не нашли. Изначально Касаев своей вины не признавал, но после месяца нахождения под стражей предприниматель передумал и стал активно сотрудничать со следствием. На аресте Анатолий Михайлович уверял, что предприниматель его оговаривает и пытается себя выгородить. Вскоре Касаев вышел из СИЗО и сейчас находится под подпиской о невыезде. Что же касается Чушкина, то он по-прежнему не признает своей вины. В Саранске заключены под стражу подозреваемые в нападении на таксиста. Двое налетчиков жестоко избили извозчика ради того, чтобы забрать у него карманные деньги и гаджеты. Саранские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой», совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 12 марта. По словам 25-летнего потерпевшего, занимающегося частным извозом, около 4 утра он забрал клиентов с улицы Пролетарской в Саранске и повез их в село Макаровка. По прибытии к месту назначения пассажиры, находящиеся в состоянии алкогольного обтенения, стали избивать его. Похитили телефон, видеорегистратор и кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 1 тысяча рублей. Затем молотчики затолкали водителя в багажник, а через некоторое время достали оттуда, продолжили избивать и душить. Когда таксист потерял сознание, разбойники оставили жертву лежать у машины, а сами поспешили ретироваться. По дороге налетчики выбросили похищенные видеорегистраторы и мобильный телефон. Когда водитель пришел в себя, то обратился за помощью к прохожим. В рамках проводимых мероприятий сотрудники управления уголовного розыска Республиканского МВД, в совместном с уголовным розыском управления МВД и отделом полиции номер 1 города Саранска, получили оперативную информацию о лицах, причастных к совершению преступления. Подозреваемые скрывались по месту жительства одного из них. 28 и 34-летний мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Свою вину они не отрицали. Оба налетчика по основлению суда отправлены в следственный изолятор. Им грозит наказание до 10 лет неволи. На рабочего вылили раскаленный металл. Инцидент произошел на предприятии ВКМ «Сталь», которое находится на Александровском шоссе. Серьезно пострадал сотрудник предприятия, 31-летний Александр Петрусевич. Из литейного цеха его немедленно доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Паралитарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту получения ожогов различной степени мужчины 1988 года рождения. Установлено, что рано утром 13 марта 2020 года в реанимационное отделение больницы из литейного цеха предприятия с ожогами толовища и головы был доставлен из Толиван. По предварительным данным, повреждения пострадавшим были получены в результате попадания на него раскалённого металла. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Медики зафиксировали у Александра Петрусевича серьёзные ожоги головы и тела. У мужчины обожжено 70% кожного покрова. Врачи делают всё возможное, чтобы Александр выжил. Ленинский суд Саранска огласил приговор 25-летнему Георгию Гвазаве, жителю Балашихи Московской области. Он обвинялся в торговле наркотиками. По версии следствия, группа, в которую он входил, распространяла наркотики через тайники и закладки. Известно, что зелья торговцы сбывали в Саранске и Муроме. Гвазава с товарищами приезжали в Мордовию на несколько дней, останавливались на съёмных квартирах, а после этого по указке организатора оборудовали в заранее определённых местах тайники и уезжали обратно. Как установлено в ходе предварительного следствия, в октябре 2018 года житель Балашихи, заключивший досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил своему знакомому, проживающему на соседней улице, заняться незаконным распространением наркотических средств через интернет-магазин. Криминальная карьера парней в наркосиндикате оборвалась внезапно. Оперативники Управления по незаконному обороту наркотиков Республиканского МВД взяли торговцев с поличным при попытке сбыта очередных партий дурмана. Всего у дельцов было изъято около 600 граммов гашиша и 250 граммов синтетического наркотика. По приговору суда Георгию Гвазаве назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор остальным участникам этой наркобригады будет вынесен позднее.